Валерий Курас Финал ежегодного конкурса «Мисс Великий Устюг» прошел в минувшую субботу. Изначально предполагаю, что финал состоится на площади Слава, но из-за плохой погоды его перенесли в здание культурно-досугого центра. Тем не менее, желающих полюбоваться красотой и талантами устюжанок нашлось немало. Свободных мест в зале очень скоро не осталось. Активнее всего за участниц болели, конечно же, друзья и родственники. Для нас она всегда самая лучшая, самая красивая, самая умная, самая артистичная. Ну, самая-самая. Ну, как же родные люди не могут быть самыми-самыми. А уж тут выбор судей. Первым делом участницы показали свои наряды и умение двигаться по сцене. Затем зрителям представили танцевальный номер. Среди членов жюри и артистов, выступавших с поздравлениями конкурсантов, было немало бывших участниц конкурса. Неудивительно, ведь в этом году «Мисс Великий Устюг» выбирает уже в 15-й раз. Первый конкурс «Мисс Великий Устюг» – это было такое, будем говорить, очень непростое мероприятие. Это сейчас девочки с легкостью и охотностью выходят на сцену. Они считают уже престижным участие в таком конкурсе. То первый конкурс был немножко в этом отношении не совсем прост. Но эмоции были такие же, как и сейчас. Кто-то радовался победе, кто-то огорчался. Но в общем был позитив и хорошее настроение. И красивые устюжанки из года в год в каждом конкурсе. Наконец началось подведение итогов и члены жюри поднялись на сцену. В этом году без наград не осталась ни одна девушка. Каждая из них была объявлена победительницей в своей номинации и получила подарки. Титул «Мисс Зрительских симпатий» завоевала Светлана Ширина. Вице-мисс «Великий Устюг» была объявлена Дарья Сунина. А вот победительницей стала Лидия Иванчогла. Я бы хотела сказать спасибо просто от чистого сердца всем, кто меня поддерживал, кто за меня болел. И пришел посмотреть, кто в итоге станет «Мисс Великий Устюг». И я не могу сдержать эмоции. У жителей Великого Устюга есть немало поводов для гордости за свою малую родину. Нас окружает неисчастливое количество красоты. И наравне с красотой нашей природы и архитектуры стоит красота устюжанок. Максим Тятов, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».